С одной стороны, ну будем так, прямо говорить, скуривались они. И здорово. Даже некоторые руководили преступными организациями. Занимались рэкетом. Причем жутким. Подавили мафию. Она на них уже стала работать. И такие случаи были. Терпеть это стало невыносимо. Хотя, прямо скажу, что такой грешок водится за другими службами. И если рассуждать именно по этому пути пойти, то и эти службы надо ликвидировать. Но, это борьба с карманными кражами в трамваях и ликвидацией самих трамваев. Не очень перспективно. Была бы моя воля, я переформатировал бы. Я, во-первых, не допустил бы, чтобы эти подразделения отвлекали от конкретной работы. Я бывший начальник главки, поэтому это мое детище. Я очень отношусь к этому трепетно. И если бы я этим занимался, как говорят раньше, рубрика такая была, если бы я был министр, я бы не сделал из этого управления отстойник, потому что туда направляли начальников, как в отстой. Вот снимали и направляют начальникам туда. Снимают и туда. Извините, это боевое подразделение, и там должны быть кристальные люди. Это раз. И умные люди. Это два. Ведь речь должна идти вообще-то о реформировании министерства внутренних дел полностью. И вообще о реформировании всей правоохранительной системы. И 20 лет они прекрасно работают. Но раз мы их довели до такой степени, то виноват там мастер, а не станок, который не смазывали. Он заржавел, он, естественно, зазубрился, ну и не тянул, а стал отсекать пальцы этому мастеру. Мастер решил его ликвидировать. Ликвидировал. Не то. С милицией надо что-то делать для серьезного финансирования, еще что-либо. Потому что, скажем, вот как можно раскрыть угон машины, используя топор? Не как? Как можно, если задерживать человека, у него, извините, за 15-20 тысяч долларов аппаратура, сканеры, а у нас нет ничего? Дедовские методы, все уже. Это можно было только во время Суворово, наоборот, а так обходить. А сейчас это уже неактуально. Сейчас телефоны, ноутбуки, компьютеры, все, куча. А в самой милиции этого нету ничего. В смысле оснащения всегда они были на шаг на голову впереди. Почему? Ну, потому что они могли преступным путем добыть себе эти средства, чтобы потом купить аппаратура, а что милиции взять пистолет и пойти тоже добывать? Никак. Финансирования нет, ничего нет. В те годы вообще милиция получала по 3-4 месяца, ждали тоже, как и все люди, зарплату. Управление, которое специально занимались борьбой с организованной преступностью, указом президента в сентябре были ликвидированы. Возможно, это было признание неофициальное того, что смычка произошла. Во всяком случае, некоторые сотрудники правоохранительных органов так считают. С моей точки зрения, это все-таки было ошибкой, потому что, конечно, перерождение какое-то. Если мы создаем орган по борьбе с коррупцией, то мы должны ожидать, что вскоре этот орган сам займется коррупцией. Так вот происходит, к сожалению. Ну и этот процесс, конечно, был, такая смычка в некоторой степени была, но она была гораздо меньше, чем, наверное, кто-то думает. Поскольку у нас есть подразделения по борьбе с экономической преступностью, они достаточно коррумпированы. Есть органы, занимающиеся безопасностью на дорогах, ГИБДД, они тоже коррумпированы. Но их же никто не ликвидирует на этом основании. Понимаете, мне представляется, что, наоборот, нужно какое-то обновление в правоохранительных органах. Какая-то структура нужна. Ее сейчас не стало. Вместо нее создали подразделение по борьбе с экстремизмом, которого у нас мы не видим. Я считаю, что это одна из самых страшных политических ошибок нового политического руководства России. То, что произошло 6 сентября прошлого года, это одна, это катастрофа для всей системы правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью. Мы их боялись. Вот говорят, они криминальные сразу были. Вообще-то, это совершенно понятно. Если люди работают в преступной среде, они так или иначе обязаны контактировать с преступным миром. Кто-то становится криминальным, огромные деньги вращаются. Но это есть функция. Мы очень жестко меняли людей, проверяли, сажали кого-то. Были преступники, даже руководители некоторых целых управлений. Все было, но система работала. То есть, вернули на 20 лет назад. Еще в начале прошлого года, в середине прошлого года, тот же Нургалиев заявлял, что под контролем подразделений по организованной преступности находится более 400 крупных преступных формирований, имеющих международные связи, да, это же 400, это огромное количество, 400 крупных мафиозных структур в стране. Кто ими теперь заниматься? Уголовный розыск идет вал преступности.